В Ставрополе в канун осеннего праздника Дня Учителя педагогов наградили почетными грамотами и выразили слова благодарности за их труд. Как поздравили учителей Ставропольского края узнаем в этом выпуске. Меня зовут Арина Щербатых, это программа «Большие перемены». Здравствуйте! В этом выпуске. Как прошло награждение лучших учителей края? Какими эмоциями поделятся сами педагоги? А также свежие новости из сферы образования Ставропольского края. В Ставрополе стартовал Всероссийский форум педагоги России «Инновации в образовании». На его открытии собрались более 400 воспитателей детских садов. Программа первого дня была посвящена дошкольному образованию и включала презентации проектов и мастер-классы. Одна из главных тем – условия обучения особенных детей, а именно создание в каждом общеобразовательном учреждении клуба «Я могу». 9 октября, в день 80-летия победы в битве за Кавказ, в правительстве Ставропольского края прошла международная научно-практическая конференция «Битва за Кавказ. Завершение коренного перелома в годы Великой Отечественной войны». Мероприятие объединило представителей научного сообщества, системы образования, культуры, силовых ведомств, средств массовой информации, студентов из России и зарубежных стран. В конференции приняла участие исполняющая обязанности министра образования Ставропольского края Мария Смагина. В Ставрополе в региональном центре «Сириус-26» пройдет ежегодный открытый чемпионат Ставропольского края по робототехнике. На чемпионат съедутся более 170 юных ребят. Для них запланированы выставка, конкурс моделей робототехники и соревнования роботов. День учителя. Праздник, о котором невозможно перестать говорить. Все больше и больше людей связывают свою жизнь с педагогикой и гордятся своим выбором. В Ставропольском крае в год педагога и наставника проведено более сотни конкурсов и мероприятий, которые были посвящены преподавателям. Почему именно эта профессия? По словам самих педагогов, их дело заставляет зажигать сердца и вдохновлять детей на новые свершения. И это правда. Кто создает историю, кто пишет историю, тот, кто конструирует космические корабли или делает новое изобретение. А может быть тот, кто вдохновляет смело у доски. Может быть тот, кто дает музыку, музыку слова учителя ради будущего. Ведь учитель живет в настоящем ради будущего. И традиционный праздник, день учителя, который мы всегда праздываем в первых строках октября месяца осени, это смысл того, что мы подводим определенный итог. Итог года, очередного года. Для того, чтобы успеть сказать спасибо тем, кто стоит у доски и тем, кто пишет будущее, живя в настоящем. День учителя прошел, а эмоции и поводы поздравить преподавателей все еще остались. Награждение лучших педагогов Ставропольского края состоялось в Дворце детского творчества города Ставрополя. Более сотни человек собрались в одном месте, чтобы поддержать своих коллег и знакомых. Концертная программа, награды и слова благодарности. Все это было посвящено учителям и их добросовестному труду на благо подрастающего поколения края. На торжественном награждении поздравил педагогов и глава Ставропольского края Владимир Владимиров. Он отметил, что труд учителей – это залог успешного будущего всей страны. Во все времена, знаете, мы обращаемся к учителю. Когда мы маленькие, мы смотрим у нас на учителя, будем какие-то интонации, знания, переживаем, боюсь иногда. На телевидении учителя чуть повзаслев. Мы также смотрим на учителя, потому что мы смотрим на того человека, который гораздо больше времени проводит в нашем духе, чем мы сами. Сегодня изменения, которые в учебных программах, мнения в учебниках, государства сейчас смотрят очень много. Потому что, ну, наверное, может быть чуть поздно, но тем не менее, чем никогда. Но обратили внимание, что характер и потребность нуждаются в школе. И что сегодня то, что в ваших руках, то, что вы даете нашим детям – это залог будущего страны. Присутствовали учителя из всех 33 муниципальных округов Ставропольского края. Особое внимание уделяется педагогам сельской местности. Там для них с каждым годом улучшают условия для комфортного обучения школьников. Все они сыграли огромную роль в образовании детей и молодежи. Подготовили к Олимпиадам, победили в муниципальных и всероссийских конкурсах, а также сделали колоссальный вклад в развитие системы образования города и края. Мы сегодня награждали самых лучших учителей Ставропольского края. И на сегодняшнем мероприятии присутствовали все 33 муниципальных округа. И все самые сильные, самые умные победители конкурсов сегодня были в нашем зале. Это те, кто подготовил олимпиадников, это те, которые победили в муниципальных и городских краевых конкурсах. Это те, которые сегодня показывают высочайшее качество работы. Не буду не называть персонально ни одного из них, потому что каждый из них достоин той награды, которую сегодня получили. Здесь сегодня на мероприятии присутствовали абсолютно все педагоги. И из города, и из села, и преимущественно из сел, потому что мы очень дорожим нашими сельскими школами, потому что они представляют свой культурный центр нашей провинции. Это очень дорого и важно, потому что имена вне определяют, о чем будет мечтать их ученик, и кем он захочет стать в будущем. Будет ли он патриотом своей страны, поэтому и сельские, и городские округа для нас очень важны. Так, например, Елена Новик-Качан из города Невиномыска начала свой педагогический путь 14 лет назад, когда переступила порог лицея номер 6. Когда-то, будучи студенткой пятого курса, Елена Андреевна проходила педагогическую практику в этом же образовательном учреждении. После этого она твердо решила, что делом ее жизни станет путь учителя. И не ошиблась, сейчас дети с радостью бегут на ее уроки истории и называют этот предмет лучшим в школе. На своих занятиях педагог доносит до школьников важность знаний и истории своей страны, а также воспитывает в детях патриотизм и любовь к родине. Сегодня у нас замечательный праздник, День учителя. Я поздравляю всех коллег с этим праздником. А для меня он проходит необычно, потому что я его встречаю не в своей школе, как всегда, а встречаю в городе Ставрополь на концерте, где чествуют лучших учителей края. Но знаете, лучшие они все. Все, кто сейчас в педагогической деятельности, они лучшие. В этом году я стала одним из победителей конкурса лучших учителей на получение денежной премии. У нас 25 человек в крае, и вот сегодня нас наградили. Помимо школьной деятельности, Елена Андреевна является победителем и призером множества конкурсов и мероприятий. Так, в 2015 году она представляла Ставропольский край на финале конкурса «Учитель года России» в Казани. Также она состоит в объединении учителей года, которое называется «Содружество». Там вместе с единомышленниками Елена Андреевна делится своим опытом и успехами, а также поддерживает все педагогическое сообщество во всех начинаниях. На самом деле конкурсное движение для меня не новое. В 2015 году я была победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» и представляла Ставропольский край на финале в городе Казани. У нас есть свое объединение учителей года, оно называется «Содружество». Под председательством Букши Ирины Петровны. И вот мы всегда вместе, всегда рядом, стараемся во всех мероприятиях и конкурсах участвовать и поддерживать наше педагогическое сообщество. Ставропольский край особенно богат на ценные кадры. С 2017 года по инициативе проекта «Учим, знаем» проходит награждение пяти госпитальных педагогов из числа всех работников образовательной сферы в госпитальных школах, которые есть в России. Ставрополь стал 48-й площадкой проекта. На сегодняшний день их насчитывается уже более 60 по всей стране. Одним из таких педагогов является учитель русского языка и литературы МБОУ, СОЖ номер 42 города Ставрополя, Наталья Малахова. Она вошла в число лучших и была награждена памятной статуэткой. Вот та номинация, в которой я была удостоена чести получить эту награду, эта памятная статуэтка, диплом, называется «За творческую работу с детьми, находящимися на длительном лечении». У нас год назад на Ставрополе открылась госпитальная школа в отделении гематологии, детской онкологии, детской краевой клинической больницы. И оператором проекта стала наша 42-я школа. Я являюсь тьютором с правами администрирования и работаю там вот уже в течение этого года. Мы пишем под ребенка, простраиваем индивидуальный образовательный маршрут, ему назначаются педагоги. Естественно, я составляю очень быстрое расписание, оно очень мобильное, оно меняется каждую неделю. И мы приходим иногда в палату, если ребенок не может прийти в нашу учебную комнату, иногда он приходит к нам в нашу заботливую школу. У нас небольшое помещение, это переоборудованная игровая прямо в отделении, которая усилиями благотворительного фонда «Дети в больнице» приобрела вид классной комнаты. И вот мы год уже там живем, надеемся на то, что скоро у нас улучшится наш условие, потому что строится еще один корпус рядом. Говоря о работниках образовательной сферы, следует отметить не только педагогов, но и наставников. Так, председатель Ставропольской краевой организации профсоюза работников народного образования Лора Манаева входит в семейную династию учителей. В их истории уже несколько поколений выбирают благородную профессию жизни и имеют колоссальный опыт в преподавании и работе с детьми. Я из семьи педагогов, то есть у нас педагогическая династия. Моя мама учитель русского языка, я учитель географии, мой муж учитель биологии, мой брат учитель физкультуры, моя дочь учитель английского языка. Так что у нас более чем 100-летний педагогический стаж. Современный мир не стоит на месте. Ежегодно, а иногда и ежедневно происходят события, которые в корне могут изменить целый процесс обучения. Именно поэтому современному учителю важно адаптироваться к новым вызовам времени и вести за собой учеников. Ведь кто, если не учитель, сможет направить детей в то направление, которое им никогда не навредит, а наоборот, только поможет? На сегодняшний день, мне кажется, очень важно учительству успеть переобуться в прыжке. Потому что так много изменений, которые должен учитель принять и в них встроиться. А для общества очень важно, чтобы учитель был фигурой, истинной фигурой, потому что именно учитель – это профессия дальнего действия. То есть когда учитель участвует в строительстве нашего государства, в строительстве будущего нашей страны, он формирует традиции, учитель формирует ценности, учитель учит, как бы сказать, учиться ребёнка. То есть он как бы вживляет ген учительств, ученичества у самого школьника. Поэтому я от души поздравляю педагога в год педагога и наставника, как сама из семьи наставников, как сама являющаяся сейчас наставником, и желаю им современности. Потому что без современности учитель будет неинтересен учеником. Наставники и педагоги сейчас делают всё возможное для того, чтобы школьникам было комфортно и интересно учиться. Для поддержания нормальных условий все работники образовательной сферы получают содействие как от Федерального министерства просвещения, так и от Краевого министерства образования. Так они поддерживают инициативы педагогов и самих школьников. Вы знаете, мы очень тесно работаем с министерством образования, потому что сотрудничество – это идеология наша, как профсоюзная организация, это идеология, закреплённая в Конституции. А с министерством образования у нас очень много общих дел. И самое главное, мы отслеживаем не только содержание образования, мы работаем над качеством жизни самого учителя, что на сегодня важно. Это и заработная плата, это и повышение квалификации, это и отдых, это оздоровление, это обучение. Всем этим мы занимаемся совместно с министерством образования, и тогда это приносит соответствующие результаты. Мы – соучастники. Дорогие учителя, мы все представляем собой культурный фронт нашей страны. Я желаю вам сил и уверенности в своих учениках, в своей работе. Я желаю вам столько энергии и здоровья, чтобы вы могли с лёгкостью выполнять те профессиональные задачи и отвечать на вызовы современности, с которыми вы сталкиваетесь. Я желаю вам благодарных учеников. Я желаю вам любви и радости на трудном профессиональном пути. Пусть всё у вас получится. Оставайтесь верными профессии учителя и делайте всё возможное для развития системы образования в Ставропольском крае. В год педагога и наставника педагогическому сообществу было оказано огромное внимание и помощь. В этот осенний праздник для учителей подготовили концертную программу и пожелали им продолжать передавать свой опыт и знания детям. А с вами была Арина Щербатых. Это программа «Большие перемены». Скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»